Представители прокуратуры отправились сегодня в Барковское лесничество. Надзорное ведомство на примере решило еще раз напомнить, как и где нужно по закону добывать зеленых красавиц. Сюжет Натальи Хмелевой. Три года назад хорошие стандартные елки здесь были выкопаны на этой площади и отправлены на посадку в лес. А вот эти нестандартные елочки, они остались. Вот так и получается плантация новогодних елок. Но, конечно, сегодня в центре внимания не эти крохи, их и в траве-то еле разглядишь. А их старшие сестрицы. Интересно, сколько лет росла такая вот маленькая елочка. Это можно посчитать по ежегодному приросту. Вот видите, вот это называется мутовка одна. Видите, вот веточки крупные идут, вот в этом месте. Это, будем считать, это отчет первого года. Второй год идет у нас, вот в этом месте. Видите, следующая мутовка. И по мутовкам, если посчитать, то вот этой елочке не меньше 15 лет, а может быть и больше. Средний возраст нынешних новогодних елей около 10 лет. Рубить их ради праздника, конечно, жалко. Но иначе, говорят лесники, никак. Во-первых, для этого их и сажали. А во-вторых, растут они здесь кучно. А это деревьям не на пользу. А потому, если кто хочет елочку, можно приехать и выбрать ее лично. Искать лесную красавицу для новогоднего праздника намного интереснее в питомнике, чем на базаре. И выбор больше, и воздух свежий. А еще можно встретить не только дикого корреспондента, но и какое-нибудь животное. Иногда сюда забредают лис, зайцы и даже кабаны. А вот желающих сэкономить и просто зайти с топором в ближайший лес, специалисты предупреждают. Такая погоня за выгодой может обернуться уголовным делом и серьезным штрафом. Ведь вырубки в лесных хозяйствах, а тем более на частной территории, строго запрещены. Если вы совершаете незаконную рубку в лесу, то ответственность наступает уголовный случай, если ущерб превышает более 5000 рублей. Но хочу предупредить, что иногда достаточно одного дерева, одного срубленного дерева, для того, чтобы ущерб перевалил за более чем 5000 рублей. Так что купить елку все же безопаснее, а в лесопитомнике еще и дешевле, чем на том же базаре. Только вот заглядывать сюда новгородцы все реже, жалуются лесники. Глядишь, скоро и вовсе перестанут приезжать. Но с другой стороны, тогда здесь может раскинуться настоящий еловый лес. А это ничуть не хуже, чем аромат новогоднего праздника. Из Новгородского района Наталья Хмелева, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.